здравствуйте друзья спрашивают что вы думаете про европейские страны и какая разница между иммиграции в сша и ес где какие приоритеты в чем собственно говоря разница между сша и ес и так далее если будет время желание и возможность то пожалуйста ответьте видео на эту тему ну давайте ответим значит вы когда этот вопрос задаете вы понимаете что я не живу в ес я все-таки живу в америке поэтому мое представление об иммиграции в ес жизни там и так далее складывается в основном из общения там скажем но с десятком людей которых я лично знаю но по прежней жизни по москве которые живут в разных местах странах ес германии в англии в ирландии в финляндии и так далее есть просто в чехии значит есть какое-то количество знакомых я иногда живут в гости к ним приезжаю как-то раз вот я ехал к нашей знакомой в мюнхен а по дороге мы несколько дней провели там с моим школьным товарищем процент в ирландии в городе лимерик вот поэтому я так как бы значит не небольшое представление имею вот такого плана но и плюс конечно есть же масса истории мы сегодня имеем доступ к интернету да и мы можем видеть всякие истории у нас на канале есть ребята и из германии и из ирландии из португалии из греции там и так далее да студенты у меня еще бывают бывают студенты которые приезжают из страны ес из испании из греции и там пытаюсь соображать из разных из италии вот что я вижу как бы мои наблюдения значит в экономическом смысле ес как бы вот буксует что ли причем я начал наблюдать за экономикой страны с того момента как мы оказались в сша и я начал немножко заниматься там инвестированием в разные инструменты и вот тогда значит я начал читать многое и вот и рецессия рецессия и вот я так уже лет там почти 20 наблюдаю и в общем все время как то у них вот там не очень хорошо то есть бывает совсем не важно бывает не очень хорошо вот такие страны как франция где например там колоссальная безработица особенно среди молодежи знаете как в общем что сказать в сша при всем при том что бывают какие-то спады иногда все-таки здесь довольно бурная такая экономика хорошая я помню приезжал один господин из англии со своей женой точнее жена у меня училась а он приехал ее навестить он ученый в университете преподавал там профессор граждане великобритании и я у нас как раз спад был это было что-нибудь там 2000 я помню девятый восьмой в общем так неважно что такое там происходило и я бы вот там безработица вот там то есть он говорит вот то как у вас сейчас говорит он это когда у нас самая лучшая экономика какого что все представить вот это да вот у нас вот так ну еще раз его слов я не знаю так что я думаю проще вот как бы тому иммигранту который хочет работать что-то делать развиваться там чем добиваться в сша попроще в сша еще и попроще в том смысле что иммигрант не является инородным телом он как бы является может быть в зависимости от ситуации не не совсем таким уже прямо органичным элементом но за каком случае нет такого отторжения вот тот же скажем вот этот физик который в университете преподавал в англии он поджаловался что англичане не воспринимают их вот то есть он пытался с ними там задруживаться как-то в гости сюда они не воспринимают они готовят же русские почему ты интересуешься они они искренне не понимали то же самое я слышу в германии то есть ты можешь жить но ты не ты не свой ты так но вот тебе разрешили и сиди там на здоровье то есть как бы у них у них есть свое место и это как бы чувствуется вот в америке такого нет вам вам не покажут на ваше место вам не скажут вот ты иммигрант тебе вот этого не положено я помню в париже я был потрясен что франция в моем представлении была страна как бы с демократическими ценностями которым следует весь мир там да казалось бы вот они вдохновили значит американских там отцов основателей и вот на тебе значит экскурсовод мне говорит поехали там какой-то замок я бы устали очень он говорит ты пойми он говорит это же замок только рожденный во франции гражданин франции имеет право показывать и там есть целый ряд замков которые иностранец не может пока себя подожди говорю то есть вот эта девушка там я не знаю вьетнамка например она не может она работает во францию она легально все она не может экскурсовод не может нет это специальный лайсенс я говорю боже вот эти люди вот эти вот эта цивилизация дискриминирующая вы поговорите с теми же арабами например во франции они вам расскажут как ним там относятся задолго до всяких напряженности там и так далее это не ты как бы у них есть свое место и все это это не это не люди первого сторона поэтому значит здесь намного в этом смысле свободнее чего есть например в евросоюзе такое чего нет например в сша более жирные халявные бенефиты вот эти социальные программы то что у нас условно можно было назвать белок слова белка там белка более жирный это это правда то есть там как бы сверху прижата да то есть там сложнее будет выскочить куда-то но и снизу приподнята вот как то так да значит америке в этом смысле более контрастная в америке можно гораздо больше заработать и в америке на халяву меньше дают есть еще такой аспект как сложность что ли легализации в той стране или в этой стране я хочу сказать что в какие то моменты было не сложно вот на нашей памяти да было время когда было несложно относительно несложно легализоваться там скажем в каких-то странах европы я не знаю галактика вот сейчас вроде бы как-то сложнее стало это такой процесс который в одну сторону в другую поэтому если например человек хочет уехать не столько куда сколько откуда вот он живет там где он живет и оттуда хочет уехать и у него например не получается в америку хотя он бы хотел я вас уверяю что совсем не плохо жить в евросоюзе ну то есть если уже хочешь уехать это совсем не такой плохой выбор есть люди которые хотели бы поехать в сша но вот едут в канаду потому что в сша они не знают как попасть а вот в канаду и как там такая программа или сякая программа хотя чем тут сейчас там тоже ужесточение идет профессии там и я не знаю этих критериев толком никогда не вникал но я понимаю что меняются критерии для отбора людей поэтому если легче попасть в канаду чем сша слушайте живите в канаде в конце концов но получите гражданство там они сперева не через три года через пять ну так через пять если уже так приспичило я не знаю ну так через пять вы будете гражданином канады и можете работать в америке если хотите у нас общий рынок открытый вот там есть формальности некоторые но в принципе можно работать в сша и жить в сша и легализоваться на этой почве потом и тогда поэтому я даже не знаю что тут сказать то есть по сравнению с тем откуда мы уже не так важно канада сша германия франция там чехия там я не знаю я думаю что не так важно вот мое мое понимание опять смотря от от чего вы едете и зачем вы едете вы можете жить в стране из которой люди пусть в основном сваливают но может быть у вас там неплохая жизнь если вы хотите уехать то только если вам дадут там еще больше еще круче еще там я не знаю чего ну так может быть по матады нет смысла я не знаю я в основном имеют дело с людьми которые ну как бы хотят жить достойно вот вот мне не то чтобы они хотят вывести свои миллионы там где-то их пристроить нет вот просто люди которые хотят достойной жизни для себя для своих детей вот это в основном круг общения мой на иммиграционном поприще и я хочу сказать что если вы будете жить в евросоюзе вы будете жить достойной жизни в целом вот хотя может быть в америке чего-то вам перепадет больше но с другой стороны в америке вы прикрыты меньше и вот у меня есть приятель который я рассказывал он в ирландии же и он значит вот с уважением так с одобрением говорит вот тут больше социализма говорит он и это звучит позитивно то есть больше социальной защищенности а он профессор в университете знаете вот больше социализма и я то честно думаю что чем меньше социализма тем лучше вот ну при всем при этом я социализм как понимаете прожив в советском союзе да я я не воспринимаю социализм в том виде в каком это понимали классики так сказать социализма я да это через призму советского союза то есть через извращение через террор через все эти безобразия я думаю уже чем меньше вот этого социализма азиатского знаете чингисхановского тем тем лучше но если так на социализм смотреть как на этап в развитии капитализма когда общество вместо такой уже жестокой эксплуатации там с 12 часовым рабочим днем с детским трудом и так далее начинает уже инвестировать деньги в рабочую силу дает бесплатное образование хорошее там соответственно здравоохранение там уровень культуры и так далее так далее то есть вот социализм как развитие как следующий этап в развитии капитализма сша в этом смысле вполне можно сказать что тут много социализма наверное меньше чем в странах европы то есть я я считаю что меньше чем странах европы и канады но но в общем достаточно много конечно и школы бесплатные и если ты хочешь учиться в нем получить высшее образование практически она она доступна каждому в той форме другой но может быть ты должен там потом выплачивать задним числом ну так ты же его берешь для того чтобы работать и больше зарабатывать и так далее то есть абсолютно все доступно если ты способный талантливый там господи боже мой тебе тебя упакуют и бантик завяжут и все бесплатно тебе дадут и возвращать ничего не поэтому а даже если ты не талантливый а просто вот человек вот просто середнячок середнячком тоже можешь пойти получить высшее образование и все такое поэтому сейчас такая демократизация богатства в этих не надо быть из ротшильдов или там морганов чтобы быть миллионером сейчас каждый может вот инициативу проявил мозгами пошевелил все твое так что такая вот такая вот жизнь так что возвращаясь к вот этим странам я считаю что любая из них лучше чем вот там там где жил я например вот так 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 бы я сказал я бы и в израиле на самом деле жил я там было мне там нравилось но но я не жил я так гостил поэтому это может быть не одно и то же но но все равно нравилось так что наверное все счастливы ребят